Девушки отдыхают Сам немножко Обстановку разведают Ну и вам покажу, надеюсь будет интересно Вот там сзади город Батуми Мы сейчас туда как раз поедем Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Здесь продается различная Бытовая электроника Компьютерная техника Если вы посмотрите Я с парнем поговорил Который там находится Пиратка на PC Очень распространена Имеет спрос Как у нас 2000-х У них сейчас реально ранние 2000-е Все это очень пользуется Употребители спросом Если посмотреть на консольные игры, очень много различных повторок. Игры, как правило, такие слабенькие. Футбол различный, Call of Duty, который спросом у нас не пользуется. Обратите внимание на PS3. Призрак. Целый блок нераспечатанных. MyFitness, Coach, Wrestling. И вот среди этого, вы представляете, Wolfenstein. Четыре штуки. Не такая частая игра, тем не менее, в одном месте они здесь лежат. Ну и второе, на что я обратил внимание, это боевые шахматы. Силдовые, абсолютно запечатанные. Нигде не могу у себя найти. В Грузии, пожалуйста, можно взять. Как видите, выбор очень крайне небольшой. Что касается бушных изданий, да, ну здесь он вообще отсутствует. Как бы выбора вообще нету. Только новые продаются. Немножко на Xbox совсем игр. А по ценникам, смотрите, 75 лар. 1 лар стоит 23 рубля на наши. Можете посчитать. В районе 1600 рублей получается за этот диск. Ну, не дешево, не дорого, да. В принципе, для шахмата это нормально. Игра достаточно редкая. Если говорить про Wolfenstein, 90 лар, я считаю, что это дороговато. Тем более, что диск, судя по всему, перепакованный. Взять интервью не получилось. Парень, который занимался продажами видеоигр, он из другого города и не сильно в них разбирается. Поэтому, ну, так вот, закатывай. Перевод вам оставлю. А сейчас мы пойдем на ювелирный базар. Там продается золото и серебро. Мне это очень интересно. Вот так вам тоже мельком покажу. Нельзя снимать! Нельзя! 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 И погуглил я тоже. Ничего такого внятного не нашел. Да, здесь знают про компьютерные игры, там, браузерные, мобильные. Но что-то как-то консольные игры здесь не особо жалуют. Вот. Я уверен, что в Тбилиси с этим ситуация получше. Но в Батуми как-то все пока не очень весело в этом плане. Мы будем искать. Будем искать. Да. Снимаем. У меня блог есть небольшой, Дим. Привет. Привет, привет. Ты мне скажи, где в Батуми видеоигры, а? Видеоигры? Да. У меня маленький блог по видеоиграм. Я уже обыскал все Батуми, нашел только один магазинчик, который занимается видеоиграми. Чтоб его знал. Ты не интересуешься видеоиграми? Нет? Правильно. Я тоже не интересуюсь видеоиграми. Это первый раз за два месяца, что я здесь, я решил снять что-то на эту тему. Я боюсь с них играть. Слишком затягивает. Правильно, правильно. Это, ребята, бесполезное времяпрепровождение. Ну, иногда можно. Ну, типа, реакцию развивает там. Ну, да, да. А, мы катаемся. Ага, полиция. Осторожно. Хорошая идея, как прокатиться, как в видеоигре, да? Но нам не дадут. Пешеходы здесь ходят, видишь? Дима, а ты раньше увлекался стритрейсингом, да? Откуда ты? Нет, просто в Грузии давно вожу. А, понятно. И люблю Субару. Понятно. В НИЗФОСПИД играть не надо, достаточно в Грузии, ну, какое-то количество времени прожить и проездить. Ждем. Не торопимся. Ага, отлично. Прогуливаясь по улицам, я обнаружил 24 часа на 7 игровой клуб. Вообще, ребята, очень интересная история. Если наши игровые клубы закончили свое существование в 2000-х годах, то в Грузии это все набирает только обороты. По сути, это только-только недавно появилось, и люди начинают во все это играть. Я зашел внутрь, посмотреть, во что играют люди, и с удивлением обнаружил для себя, что, ну, 95% людей, которые находятся в игровых залах, они играют в футбол. Вот, также есть компьютеры, на которых можно играть. Одного молодого человека заметил то ли в колду, играл, то ли в Counter-Strike. Вот, все то же самое, то, что было у нас, но немножко с поправкой на менталитет. Грузины очень любят футбол и спортивные игры. Практически ни в какие другие игры они не играют. После клуба я отправился по магазинам. бытовой электроники, в надежде найти какие-то интересные предложения по новым консолям, видеоиграм. Вот, магазинов достаточно много, я решил зайти в самые крупные. Но оказалось, на удивление, что достаточно небольшой выбор. Буквально какие-то джойстики, одинокая консоль в углу, да еще за какой-то бешеный ценник. Ну что, дорогие друзья, рынок консольных видеоигр в Батуми абсолютно мертв. Немножко есть новых игр, больших магазинах, которые занимаются продажей различной бытовой электроники. А бэушных игр совсем практически нет. Вот такая вот интересная история здесь. Вот один из типичных игровых клубов. Сейчас попробуем туда зайти, посмотреть, что там внутри, пообщаться с людьми. Можно я пройду? Спасибо. Как у вас здесь с видеоиграми, ребят, в Батуми? Нормально. Нормально? А бэушные видеоигры можно где-то купить? Ну, бэушные, бывшего употребления. Знаете? Я просто ходил здесь по магазинам, и очень тяжело на этом видеоигрывать. У нас в России с этим гораздо проще. Странно, что у вас здесь так. Ну, там написано, по сайту. По сайту, да? А вы видите, получишься эту ситуацию? Да, у вас будет тебя. Да, я сужу. Надо посетить. Спасибо, ребят, спасибо. Ира у нас проиграла массаж Касперу. Я в Турции, друзья. Вы можете меня спросить, зачем я в Турции? Все на самом деле очень просто. В Грузии я уже почти 90 дней. Там, может быть, 20 дней мне осталось гулять, потому что там есть ограничения. И чтобы это ограничение обойти, ну, можно пересечь границу. Турция здесь очень недалеко. Я за 15 минут с Батуми доехал. Вот. Сейчас паспортный контроль. Опять обратно пройду. Я здесь часик погулял. Одежду кое-какую посмотрел. И все. Опять 90 дней я могу находиться в моей любимой Грузии. В Батуми, получается, и в близлежащих окрестностях консольных игр практически нет. Не существует ни БУ рынка, ни нового как такового. Вот. Все более-менее. Там буквально я один магазин нашел. Такой стоящий, куда стоит заглянуть. Это в Тбилиси находится он, да. Соответственно, если получится приехать в Тбилиси, я обязательно туда зайду. Покажу вам, что там к чему. Ну, и там обалденная есть барахолка. Старый мост называется. Самая крупная в Грузии. Там что только нет. И обязательно тоже там, если получится, поснимаю. Кстати, ребята, хорошее место для кемпинга нашли. Надо запомнить его. Прямо после турецкой границы заходишь, палатку ставишь, и весь пляж замечательный. Вот этот твой, ребят. Ни одной души живой. И море. Красивое безграничное море. Под конец своего путешествия я решил на пару дней съездить в Тбилиси, прежде чем вернуться в Россию. Ехал я с попутчиками через Блоблокар. У нас в компании были две жгучие грузинские девушки. Веселый парень, который ехал рядом со мной. Были мы с ним явно на одной волне. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так уж сложилось, что я попал на тбилисский день города. Называется Тбилиссоба. Идет он в отличие от нашего, например, дня города 2. Дня, да, суббота и воскресенье это было. Все время я отдыхал, и, ну, камеру я вообще забыл про нее. Даже не брал ее с собой гулять. Буквально вот вам сделал фото одного самого крупного магазина. Больше магазинов в Тбилиси тоже нет. Ну, я на самом деле поражен. Рынок вообще игровой, консольный не развит, в принципе, Грузии. У меня очень большие впечатления остались об этом чудесном и прекрасном городе Тбилиси. Замечательное место тоже. На сей ноте позвольте откланяться. До новых встреч, друзья. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»